МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в последнюю неделю августа аэродром в Жуковском принимал уже третий международный авиакосмический салон. В нём участвовали свыше 300 фирм из почти 30 стран. Примечательностью этого авиашоу стало то, что новинки в экспозиции составляли около 20%. А это новые самолёты и вертолёты Ильюшина, Сухого, Микояна, Миля, российско-украинский Ан-70 и многие другие летательные аппараты, о которых мы ещё расскажем в этом репортаже. 19 августа авиакосмический салон в Жуковском посетил президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Он встретился с конструкторами, испытателями, теми, кто производит авиационную технику, осмотрел её и в своих высказываниях подчеркнул, что авиация должна оставаться приоритетным направлением в нашей экономике. А потом начались демонстрационные полёты. И трудно даже сказать, что больше вызывало удивление и гордость у зрителей и специалистов. Сама техника или мастерство наших лётчиков, испытателей и военных пилотов. Ведь, несмотря на все трудности, именно в последние годы российские авиастроители создали межконтинентальные лайнеры Ил-96 в разных вариантах. Или, скажем, новые вертолёты Ми-28 и Ка-52. Новые самолёты ОКБ Сухого, среди которых, конечно, сверхманёвренный истребитель Су-37 с управляемым вектором тяги. После Фарнбера, Сеула и Бурже он предстал перед отечественной аудиторией. Его блистательно пилотировал в родном небе Подмосковья Евгений Фролов. Работу над совершенствованием таких машин ведут совместно ОКБ Сухого и фирма «Люлька Сатурн». В общем-то, это часть той программы, которая, в общем, отработана. Есть ещё фигуры, которые, я думаю, что на следующем салоне, который будет, мы, наверное, покажем. В Дубае будем показывать? Обязательно. Надеемся на то, что нам разрешат и не будут, так сказать, препятствовать вылету самолёта. Мы очень плотно работаем сейчас над развитием двигателя. И я думаю, что кое-что интересное, не только самолётчики, но и кое-что интересное мы можем показать на следующем салоне, вне всякого сомнения. Впервые истребители «Миг» появились на зарубежных авиасалонах в конце 80-х годов. И с тех пор эти стремительные машины, бойцы ближнего боя, как их называют авиаторы, непременные участники всех крупнейших выставок. «Миг-29» – основной самолёт фирмы. Здесь, в Жуковском, он заиграл новыми гранями. Обратите внимание на новую компоновку кабины с суперсовременными дисплеями собственного производства. Модифицированный бортовой радар с режимом картографирования местности повышает эффективность работы по земным целям. Вариант с дополнительными баками. Это прибавка в дальности полёта больше, чем на 15%. На «Миг-29» СМ – новые высокоточные ракеты. Все эти новинки могут быть использованы на уже летающих «Мигах». Главная истребительная сила ПВО – последняя модификация «Миг-31М». Это самолёт, способный уничтожать крылатые ракеты. Такие машины защищают север нашей России. На «Максе-97» представлены многие аппараты военно-промышленного комплекса «МАПО», в которые вошли ОКБ «Микояна», фирма «Мясищева», вертолётная фирма «Кама». Военно-промышленный комплекс «МАПО», созданный полтора года назад, объединяет предприятия, изготавливающие самолёты «МИХ» и всю её комплектацию, радиоэлектронику, двигатели, приборы и вертолёты фирмы «Камова». Анатолий Мануев, 53 года. С 60-го по 91-й год работа на заводе «Знамя труда». Слесарь, инженер-технолог, начальник цеха, генеральный директор. С 92-го по 97-й год возглавлял российский авиационный торговый дом. С июня этого года председатель ВПК «МАПО». Работаем на одну идею. Имеем четыре основных направления. Вот самолётные, как я сказал, вертолётные направления, двигательные направления. Но вы ИЛ-103 ведь делаете? Да, ИЛ-103 делаем. В нескольких вариантах он здесь на выставке представлен. Сейчас смысл какой? Что на той военной тематике, в которой мы сейчас находимся, полностью мы никогда не проживём. Нужно примерно военной тематики иметь где-то около 30-35%, не больше. Остальное всё должно быть чисто гражданское. Поэтому вот даже наши экспозиции, представленные, наряду с МиГ-29, такие вот самолёты, как вот здесь стоящий МиГ-АТ, для обучения лётчиков, которые должны прийти на смену Л-39. Самолёт с уникальными характеристиками. Вертолёты, как военные, Ка-50, Ка-52, вертолёты такие, как вот небольшие, значит, Ка-115, Ка-226, уникальнейшие вертолёты. В общем, у вас фирма, которая, ну что ли, прообраз будущего в какой-то степени, которая изготавливает и самолёты, и вертолёты, и гражданскую продукцию, и сама продаёт всё это? Естественно, мы пытаемся продать, кое-что получается, кое-что, ну, не совсем получается. В настоящий момент технические, технические, вот наши инженерные мысли, которые есть в нашем военно-промышленном комплексе, способны создать технику, которая будет абсолютно, ну, очень хорошо продаваться. Государству нужны деньги, и государство само по себе должно эти деньги не помогать нам, а именно помогать себе добывать эти деньги за счёт того, что мы поставляли нашу технику. Аналоги, которые он соберёт, они будут достаточно для государства, а нам хватит тех денег, которые мы заработаем для развития ещё новой техники, истребителей пятого поколения, которые вот уже идут здесь скоро. Когда мы его увидим? Ну, я считаю, что к концу года, в начале будущего года мы обязательно его, ну, поднимем. Анатолий Сергеевич, и вот такой вопрос всё-таки. Вы председатель ВПК МОПО. О чём вы сейчас думаете, о чём мечтаете? Вот кроме того, о чём вы говорили, о какой-то свободе манёвра, о том, чтобы приносить государству пользу? Ну, в первую очередь, о том, чтобы делать как можно больше и лучше вот нашей продукции. И чтобы нас, нас, вот инженеров, техников, управляющих нашей отрасли, ну, понимали и как-то, ну, я скажу, что помогали. Не мешали. Традиции лётные, традиции КБК, традиции заводов Миговских, она будет постоянно поддерживаться. Военно-транспортный самолёт короткого взлёта и посадки Антонов-70, на фюзеляже которого российский и украинский флаги. Испытания проводят совместно экипажи лётчиков-испытателей АНТК Антонова и ВВС России. Когда-то Олег Константинович Антонов работал заместителем Александра Сергеевича Яковлева. Хороший, нужный самолёт получается. Ан-70 может перевозить до 47 тонн грузов. Испытания этого самолёта продолжаются. А рядом последняя модель небольшого по размерам самолёта для деловых людей. Гольфстрим-5. Он с высокой скоростью и всеми мыслимыми удобствами перевезёт солидных пассажиров в любую точку планеты. В начале передачи мы показали вам демонстрационный полёт Су-37-го. Это лишь один из представителей многочисленного семейства самолётов ОКБ, основанного Павлом Сухим. Здесь на выставке зрители и специалисты могли увидеть и Су-32ФН, на котором летал Игорь Вотинц. Кстати, в Жуковском за этими полётами следили и, конечно, очень переживали все члены его семьи. Вот они. Супруга Дина и их дети Денис и Ольга. И корабельный Су-33. Его пилотировал герой Советского Союза, опытнейший Виктор Пугачёв. Конечно, в центре внимания были и пилотажные Су, на которых наши спортсмены, лётчики, завоевали личное и командное первенство на чемпионате мира в Соединённых Штатах Америки. Как оценивает МАКС-97 генеральный конструктор ОКБ Сухого? Мы считаем, что главное значение нашего салона состоит в формировании будущего поколения разработчиков авиационной техники, будущего поколения конструкторов, инженеров, испытателей и, наконец, будущего поколения лётчиков. Таким образом, главное значение сегодняшнего салона – это формирование будущего технического интеллекта страны. Мы сегодня показали первый самолёт Су-32ФН. Это самолёт, который производится одним из крупнейших авиационных заводов в России. Нам приятно, что Борис Николаевич Ельцин, когда был на этом заводе, осмотрел самолёт в сборочном цехе и задал очень интересный вопрос. Он спросил, а работаете ли вы над экспортным вариантом этого самолёта? Сегодня мы с радостью можем доложить, что он стоит здесь на демонстрационной площадке и периодически выполняет полёты над ареной аэрошоу. Нам особенно приятно сказать, что мы вышли как бы на наивысший пик спортивной формы в демонстрации самолёта Су-37. И мы можем показать, что этот самолёт выполняет такой каскад фигур высшего пилотажа, который сегодня является первой демонстрацией будущего. Так же, как когда-то великий русский лётчик Нестеров сделал первую мёртвую петлю, точно так же сегодня Евгений Фролов демонстрирует весь набор будущих приёмов пилотирования военных самолётов. Конечно, сегодня ни один западный самолёт не может повторить эти приёмы. Главное – это всё-таки комплектация наших военно-воздушных сил, и второе – это поставка самолётов на внешний рынок, на экспорт. Наверное, мало кто в курсе дела, что наш авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», на котором базируются палубные истребители Су-33, вызвал интерес у американских специалистов в этой области. Больше всего американцев поразило то, что на нашем авианосце нет катапульт, который выбрасывает в воздух самолёты, который выбрасывает в полёт самолёты. Разгоняет самолёт от скорости 0 до скорости 300 км в час. Мы эту задачу решили совершенно оригинальным способом. Наши самолёты взлетают с трамплина. Почему американцы интересуются? А потому что на их авианосцах стоят по 4 катапульты, плюс мощный парасиловый станок. Это всё весит около 4 тысяч тонн. И если этот груз не ставить на корабль, то ясно, что боевая эффективность такого корабля будет выше. Михаил Петрович, мы видели, что Борис Николаевич Ельцин очень долгое время пробыл у самолётов Сухого и долгое время беседовал с вами. Естественно, мы не могли слышать, о чём вы беседовали. Если можно, об этом. Безусловно, нам просто приятно отметить, что президент, оценивая полёты самолётов Су-27 и Су-35, Су-37 в целом сказал, что Су-27 это какой-то фантастический прорыв в будущие технологии. Мы готовы работать над дальнейшим развитием наших самолётов ещё более напряжённо, не только за счёт государственных средств, не только за счёт средств госбюджета, но и примерно ещё столько же мы вкладываем за счёт коммерческих средств, получаемых от экспорта. И вы денег не просили, насколько я знаю. Да, был такой момент, это вы правильно заметили. Действительно, я не просил денег, что Борис Николаевич отметил. Дело в том, что мы должны иметь поддержку государства в выходе на внешний рынок и в получении этих денег. Это значительно лучше, чем получать кредиты за рубежом, потому что эти деньги мы получаем раз и навсегда. Никаких процентов за это не платим, мы продаём свой труд, свою технику, свою технологию. Мы продаём то, что Россия должна продавать. Высочайшие технологические идеи. На взлётной полосе в Жуковском почётное место занимают вертолёты Московского вертолётного завода имени Миля. За 50 лет их построено около 30 тысяч. Но дело не столько в количестве. Милевские вертолёты, по оценкам экспертов, среди производителей такой техники, занимают первое место, опережая такие вертолёты строительной компании, как «Белл» и «Сикорский». Вертолёты марки «Ми» снискали себе репутацию самых надёжных машин, широчайшего профиля. Судите сами, они работали в Чернобыле. «Ми-24» участвовали в боевых конфликтах афганском и ирано-иракском. В небе Ирана экипажу «Ми-24» удалось сбить в воздушном бою истребитель «Ф-4». Основу армейской авиации по-прежнему составляют вертолёты «Ми-24». Их очень много и в России, и за рубежом. Ну, можно сказать, что порядка двух тысяч вертолётов ещё летающих. И поэтому очень актуальна задача улучшать эти вертолёты, потому что они ещё долго должны жить. Конечно, фирма «Миля» работает вместе с серийными заводами. Казани, Улан-Удэ и Ростова. Именно «Росвертол» выпускает и «Ми-24», и самый грузоподъёмный в мире гигант «Ми-26». Основные направления – это модернизация этих вертолётов. «Ми-26Т» – это и противопожарный, это и медицинский, это и топливозаправщик, это и монтажник, это и другие варианты по требованиям заказчиков. Мы видели, как он изумительно работал в Швеции. Совершенно правильно. Он очень с ювелирной точностью ставил опоры, то есть экологию защищая. Сейчас работает по этому же направлению вертолёты в Малайзии. У него есть большое будущее, самый грузоподъёмный в мире. И мы сейчас завершаем подготовку производства нового вертолёта «Ми-28Н». Который, по мнению всех специалистов, превосходит все зарубежные аналоги. Совершенно я с вами согласен. Все эти работы, которые я перечислил, именно модернизация, постановка на производство, это мы производим вместе с ОКБ имени «Миля». Здесь, на авиасалоне Ми-26, представлен в противопожарном варианте с дополнительными баками. По сравнению с Ми-26, малюткой кажется вертолёт Ми-34, рассчитанный на трёх-четырёх пассажиров. Лёгкий, манёвренный, практичный. Что касается боевого вертолёта Ми-28Н, продолжающего испытания, он унаследовал лучшие черты Ми-28, который выполняет такие фигуры высшего пилотажа, как бочка, петля Нестерова. Он может даже летать хвостом вперёд, а предназначен в первую очередь для борьбы с танками. Кстати, многие пилоты, летающие на вертолётах, воспитаны в Егоревском аэроклубе, который в эти дни отмечает своё 65-летие. Вот эта выставка, которая сейчас здесь проходит, даёт какой-то оптимистический настрой? Очень сильно заинтересовались нами, скажем, американцы, и мы договорились о том, что мы начинаем с ними сотрудничать как раз в области модернизации и наших машин, и их машин, поскольку они хотели бы воспользоваться нашим опытом создания машин для очень такой сложной и тяжёлой эксплуатации. Георгий Синельщиков, 50 лет, выпускник МАИ, 71-го года, работа на Арсеньевском авиазаводе, инженер-начальник бригады, 75-го года, в ОКБ имени Миля, инженер-конструктор, начальник ОКБ, первый заместитель генерального конструктора, с апреля 97-го, генеральный конструктор. Сейчас это очень актуально, поскольку начинается добыча нефти, газа в очень труднодоступных местах, где условия эксплуатации очень жёсткие. Несмотря на настоящие трудности, которые сейчас существуют, всё-таки оптимистично смотрим в будущее. Тем более, что эту выставку посетил президент, и поэтому я думаю, что наконец-то правительство развернётся в нашу сторону и будет нас поддерживать по полному профилю. Модернизация машины Ми-24 и машины Ми-28 боевая, а рядом стоит машина Ми-8 АМТШ, это как раз наш вклад в расширение продаж вертолётов серийными заводами. ОКБ Миля всегда отличалась большим исследовательским потенциалом. И не случайно, что предприятие системы ТРИАЛ, которое долгое время занималось вибрационными испытаниями вертолётных систем, стало применять наработанные здесь технологии в других отраслях промышленности, при испытаниях материалов, узлов, деталей, несущих конструкций на прочность и усталость. За моей спиной находятся вертолёты, которые получили путёвку в жизнь на стендах, созданных с нашим участием. Помимо этого, не только вертолёты испытывают потрясающие вибрации при полёте, но и автомобили, которые едут на земле. Поэтому наша область испытаний на последние годы не только авиационно-вертолётная техника, но и автомобили. В частности, АвтоВАЗ доводит свою десятку на наших стендах. Уникальная компьютерная технология позволяет нам сегодня говорить о точностях воспроизведения накрузок в стендовых условиях порядка 1,5-2%. Мы ни в чём не уступаем зарубежным аналогам, а по критерию стоимость-эффективность превосходим их в 2-3 раза. В итоге, выигрыш от применения наших стендов – это значительное сокращение сроков разработки и значительная экономия средств. Вот пример того, как передовые технологии, найденные при создании авиационной техники, успешно пробивают себе дорогу и в других производствах. Авиационный комплекс Ильюшина рассматривает участие в салонах прежде всего с точки зрения возможности заключения сделок и подписания соглашений. Поэтому показывает всё, что сейчас находится в работе. А это семейство самолётов Ил-96. Как с отечественными двигателями, так и с двигателями про-туитни. Потому что работа с западными партнёрами, так они считают, реальный путь к интеграции российской промышленности в мировую авиацию. Поэтому и появились российско-американские Ил-96М и Т, 20 из которых должны быть поставлены Аэрофлоту, а ещё 12 – в недалёком будущем ТрансАэро. Делать их будут в Воронеже. В сотрудничестве с Ташкентским авиаобъединением построены Ил-114 и Ил-114 грузовой для местных линий. Они очень понравились здесь, в Жуковском. А на основе самолёта Ил-76 создан Ил-76МФ, у которого значительно увеличена грузовая кабина. В нём установлены пермские двигатели ПС-90А. Работа над их совершенствованием продолжается. Молодым поколением Ильюшинцев создан Ил-103. Разработано несколько его вариантов, причём он сертифицирован и нашим, и американским авиарегистрами. А возможности его столь универсальны, что Ил-103 может легко трансформироваться из пассажирского в грузовой или учебно-пилотажный. А в воздухе отличается отличными аэродинамическими качествами. Мы научились делать самолёты, хорошие самолёты. Мы научились их сертифицировать, хотя это стоит довольно больших, серьёзных денег. Но мы не до конца научились их продавать. А продажи – это главное в авиационном бизнесе научиться продавать. Как на российском внутреннем, так и на международном рынке, пожалуй, основной схемой продаж является система финансового лизинга. Сегодня в России, ну, пожалуй, нет ни одной реально работающей лизинговой компании. Одно из, ну, серьёзных, я бы сказал, шагов на пути к организации системы финансового лизинга продажа наших и лизинговых самолётов был, в частности, сделан на этом салоне. Национальный резервный банк объявил о том, что совместно с одной из крупнейших американских финансовых групп будет создана и зарегистрирована лизинговая компания. Мы надеемся, что правительство нашей страны, министерство финансов, это поддержит. И первая же сделка, которую мы собираемся провести через лизинговую эту компанию, это как раз сделка по 20 самолётам для аэрофлота наших самолётов МТ, пойдёт через эту лизинговую компанию. Кроме этого, мы здесь уже подписали соглашение ещё на 4 машины в Волго-Днепру. В Париже мы подписали на 12 машин для трансаэра. И все эти контракты требуют системы финансового лизинга. Мы надеемся, что через эту компанию как раз пойдут все эти контракты, и это будет реальное дело по созданию системы продаж. Без этого успеха в нашем тяжёлом бизнесе нам не видать. Можно ли сказать словами известного литературного героя «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели»? Я хотел бы в это верить. Старейшее наше ОКБ имени Яковлева было представлено на салоне самолётами Як-112, Як-58 и Як-54 на стоянке, а в лётной программе Як-130, уже показанном в бурже. Вот что рассказывает о его перспективах генеральный конструктор Александр Дондуков. Самолёты Як-130 сегодня выполнены больше 120 испытательных полётов. Из них около 30 за рубежом, в том числе на итальянской базе испытательные «Ворезы», это недалеко от Милана. На испытаниях присутствовали три министра обороны Южно-Африканской республики, Словакии и Италии, начальник главного штаба военно-воздушных сил. После этого испытания были проведены в Словацкой республике в городе Тренчин, где летал начальник главного штаба военно-воздушных сил Словакии. И сегодня апофеозом этого является заказ на 72 самолёта от Южно-Африканской республики и около 70 самолётов от Словацкой республики. Это для нас выдающееся событие. Мы об этом пытались не сообщать средствам массовой информации, но поскольку, Леонид, для вас мы сегодня представляем эту информацию, потому что мы гордимся достигнутым результатом. Что касается других деловых соглашений, приуроченных к салону, необходимо упомянуть, что компания «Сирокко» стала первым иностранным заказчиком самолётов Ту-204. Контракт заключён на покупку первых 30 машин Ту-204-120 с последующим продолжением заказа. Пять новых туполёвских самолётов получит компания в лизинг уже в этом году. Следует отметить и соглашение о сотрудничестве, заключённое с крупнейшим авиаконцерном «Аэрбас Индастрит». Так что движение вперёд, несомненно, есть. И это констатировал в заключительный день авиасалона в Жуковском председатель правительства России Виктор Степан Черномырдин. Итак, МАКС-97 завершён. Как оценивают это событие люди, без которых не может родиться ни один летательный аппарат, авиаконструктор и лётчик-испытатель? За два года, которые прошли после предыдущего салона, мы шагнули очень далеко вперёд. И можно с гордостью сказать, что нам здесь есть что показать. Самолёт должен подчиняться воле лётчика, и он не должен думать ни о каких-то ограничениях, ни о каких-то режимах, на которых что-то нельзя делать. То есть мы говорим так, что наш самолёт должен быть всережимным, летать так, как хочет лётчик. В этом направлении у нас есть ещё масса резервов, и на выходе совершенно новый уникальный самолёт, о котором уже было несколько написано строк в прессе, это С-32 индекс его. Который мы скоро увидим. Я думаю, что в ближайшем будущем, в ближайшем будущем, в этом году, мы, конечно, ну, просто все ахнем. Несмотря на то, что мы уже видели его в ангаре, где-то там под крышей, но когда эта машина выйдет на аэродром, тогда, я думаю, так что замрём все. Я тут читал одну уважаемую газету, Надю Бук, МК, которую называют, так там написано так, что и название-то придумали зарубежно. Я должен сказать следующее, что этот салон действительно международный, и не потому, что в нём участвует большое количество международных фирм, а потому, что сегодня в наших российских самолётах вы можете видеть отражение реального международного сотрудничества. И это касается не только фирмы Илюшин, которую я представляю, это касается и фирмы Белякова, это касается и фирмы Туполева, это касается и прибористов. Я только что был вот сейчас на её приборе, они мне показывали прекрасные, очень хорошие системы навигационные, спутниковую навигацию, они всё очень небольшого размера. Почему? Потому что сделаны на американских комплектующих изделиях. Но надо сказать, что в мире существуют узкоспециализированные фирмы, которые занимаются изготовлением двух, трёх, пяти, десяти наименований изделий, но эти изделия являются мировым шедевром. И никто не боится их покупать, ставить на свои приборы, и не считает, что это какое-то унижение и потеря чего-то. Другое дело. В международном сотрудничестве, и мы видим реально, что сегодня российская авиационная промышленность входит в мировой рынок, должен быть взаимовыгодный интерес. Нужно вести международное сотрудничество таким образом, чтобы сохранять свои рабочие места, заботиться о защите своего рынка, поставляя сюда свои самолёты, и выполняя ещё целый ряд задач, связанных с тем, чтобы создавать образцы авиационной техники, которые уверенно конкурировали на международном рынке. Вот я считаю, что МАКС-97 и термин международный сегодня – это весомое и, главное, зримое и реальное понятие. Авиасалон в Жуковском – это не только международное сотрудничество, праздник конструкторской мысли. Он показал, что жива авиация в России, развивается, ищет и находит новые пути. Ещё раз вспомним мгновение праздника в подмосковном небе. Субтитры создавал DimaTorzok До свидания, до встречи в Жуковском в августе 99-го года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА